Сегодня день всех пишущих. Зайков, поэтов и публицизм. Недавно ушла из жизни, в день родного языка, 21 февраля, Зоя Викторовна Кипко. Если кто-то заходит на Ижицу, может быть, видела там рассказы бабушки Зои. Зоя Викторовна Кипко, видели ее точно в библиотеке Мартилинова. Она ко мне несколько лет приходила раз в неделю, рассказывала что-то. Сотни аудиозаписей. Вот Леонид Мефотч один раз ее записывал. То есть это фото, аудио, видео и прочее. Такая рассказчица народная. Ростка жизни, окна, отчи дома, летенное утро в крестьянском хозяйстве. Про куриц, несушек и наседок и прочее. То есть весь быт и тишинский, и крестьянский мир рассказов. Вот на 88-м году жизни ушла. Так символично, в день родного языка. А сегодня мы, собственно, возглавляем концерты Бартов, потому что годовщина Марии Федоровны Богдановой. Помните ее, да? Часто бывают в библиотеки, в вечере я помню. Кафе Крестное встречались, учительницы русского языка и литературы. Но они в тюрьме нечисленные. Ну, помню, что я сегодня... Да, даже библиотеки, мать-четры, но поздал. Год тому назад, чуть раньше, в сон жизни ее муж, она меня похоронила. Наутро, ну, так, практически как в сказке, они умерли. Ну, если не в один день, то... Учитель русского языка и литературы. Учитель Викторовича Чифамирова, кто учился. Как потом учился. То есть, она литератор как педагог и литератор как романтический. Ну, вот одно строение, роман. Две книжечки сделаны, сама тюрьмя. И в глухую ночь приходит озарение, когда все скрыто, явно тишина. Веду и роятся годы и независия. Итог того, чем жизнь была полна. Влекают, влекают, влекают плетевшие вылоды, судьей невидимым, невидимым вершим права, высвечивая сердце дорогое, бесценного торопа прожитого дня. В нем есть едва возникшее желание, волшебный свет, червячьи мечты, судьбой подаренные испытания и обыски душевной маяты. Прошедшее давно уже не тайно. Пусть слух о нем не часто говорят. Глухую ночь забуду я случайно. Про то, что годы все-таки летят. Зоя Викторовна Титко родилась 2 декабря 1935 года в деревне Карапище. Ну, по крайней мере, это ее родная деревня. Часть жизни прошла в деревне Косов-Хаб, построенной ее отцу, поселок Лосовов. Это самый край Ленинградской области. Карапище, Косов-Хаб, а дальше уже Лорокотская область. Это Покситаковский район, Тихонское предучилище, работа в деревне, потом 5-я школа города Тихона и много лет она работала учителем начальных классов в школу номер 6. Благодаря Наталье Райке, я с ней познакомилась, она поднесла Наталье свои тетрадки-дневники. Записи очень простые. Сходила туда в магазин, купила то-то, то-то, молоко хлеб. О сладких, о людях, в деревне подчинили крышу, за ягодами. То есть просто приятная жизнь. Не могу найти, кто-то из историков говорил. Для меня ценнее воспоминания Наполеона. Дописная книжка Дома Хайдреев. То есть это для истории немного ценнее, потому что собственно история ткется из наших с вами судеб, из самых маленьких поступков. цена на хлеб в таком-то году может значить больше, чем план какой-то. Я бы сказала, что мы записывали ее рассказы. У нее удивительно правильная речь. Отдельная как-нибудь. Просто вспомнить ее. Я почитаю пару маленьких ее рассказиков. Пивунья, балалаешница, художница. Она привезла мне целую пачку. Художница, да, там трогательная. Большая трогательная картина ее дома. Не знаю особо хайдер, а поля дуги. Нет, значит, все прожило. К месту, к домам. А дневники вообще бежали. Пока мы дали обзорование. Коллеги-то копейли-то. У них свободное дело. Я прошу прощения. Да, конечно. До свидания. До свидания. Пока у него перерывы, дайте тетрадку, дочитали. Другие. Нет пока подборочки. Рассказу бабушке Зоя Рассказчику. Зимние забавы. 1940-е годы. В зимнюю пору, это школьные незабываемые годы, для бытишки вечером из деревни Онищаевской, из деревни Крабища, из хутора Перхина все собирались при луне на Дичкову гору. Это идиот. Дед Александр Афанасьевич Ахтеков жил неподалеку от церкви. И крутая длинная гора рядом. Какая же она была крутая. И попа не так она укатана, что не надо было даже водой поливать. Чтобы мать не узнала, что мы рыбем одежду, ее же надо было беречь, всю одежду, верхнюю всю разделу, и в предбанник к дедушке Саше вешали эту одежду, кто кидал. Теперь катаемся. Как же хорошо. И на ногах, и на попе, и на боку. А в самом низу под горой был кирпичный, каменный, ну, здание такое было. Оно не полностью еще разрушилось. Как бы ты ни ехал, обязательно об камни ты наденешь. Да так больно то ноге, то боку, то руки порывем, порывем под горой. Все прошло, опять нажимаем все петли. И так мы катаемся до упаду. Да, теперь же надо домой идти. Вот кладбище старое, и там тетя Вариндун. Вот это вот дедушка, дедушке Саши гора, она так и называется Дичкова. А еще дай помочь дедушке Саше, он уже отдыхает, вытащим сами, на которых он лезет, бревна, трава. Эти дробни тоже входят на горе. А глуби назад завернут, то как заскочить на эти дробни. У кого нога попала под полос, у кого рука, значит не лезть на эти дробни. Опять обязательно же ударишься об эти камни, которые под горой. А как больно-то звезды из глаз скачут, все равно бежишь. Эти дробни брошены под горой. Это катится, так всем хочется катиться, а обратно никому не хочется эти дробни тащить. Но все-таки найдутся смельчаки, дробни катятся задом и вперед, подкатили, опять прыгнули. Дробни надо потом поставить на место, чтобы дедушка Саша не узнал. разбросаем эти оглобли, которые куда и где же, а надо обязательно положить на дробные оглобли. Дедушка Саша иной раз станет и посмотрит, что такое. Эти оглобли вот так должны будут лежать, а не так попало на суде. Это все плохо, надо, чтобы они не хили были. Но эти забавы детские не забыть никогда. А когда появились уже самодельные лыжики, по одной лыжи у человека нет ли на одну встанешь, да так и катишься. Ловко на одной лыжице катишься хорошо, не упадешь. Ну, где ловкость-то воспитывалась? Трамплин строили, поперек гарнию, трамплин. Двое или трое залягут, чтобы лицо только убрать, чтобы не поранили. И на этой, на одной лыжи, трамплина-то и подпрыгнешь. Метра надо. То есть, трамплина делали из самих себя. И туда, а эти люди, там лежат дети-то, однакошники мои. конечно, ванночек нельзя было рвать. И эту одежду нельзя было рвать, потому что в этой одежде ходили в школу, смены не было, да и в каждой семье ребятишек-то. У нас шестеро, и в каждой семье мало кого-то, двое, очень много деток было. Эти дети военных лет, вот этот возраст, третий, шестой и так далее. Лыж покупных не было, только самодельные лыжики, коротенькие такие, из березы сделаны. Какую-то штучку приспособишь, чтобы туда ногу сунуть, и так вот одна нога сунутая, другая у тебя сзади, это как-то насощица какая-то из сеток. Делали мальчишки постарше нас, постарше нас родителям, некогда было это заниматься. чтобы очень хорошо котились, их хористину мылом немножко натирали, нижнюю часть, или мозг, если у кого-то есть. Как хорошо котаться, эту лыжу несешь, бережешь ее под мишкой, несешь, лишь бы кто не взял, или куда бы она не исчезла. Дровюшки были в хористе, так они только воду возили. По этой же горе возили воду с речки, из колодца века, соответственно, внизу, а церковь, сейчас от нее руины, кладбище старое, джечку дом, это все на мокрошке высокой горы. Дровюшки мать берегла, не давала казаться, не берегла манину, если бы ты один катался, а вся ватага набросится на эти дровюшки, и не ранишала мать. Они только для дров, сена лета болели, летом тоже и на санях по траве, очень хорошо ходят. И потом придумывали, только ручка покроется льдом, он голубой, такой синий, и литки все видать, и травинки все видать. И вот мы сначала такую восьмерку все положимся, как солнышко, какое ручище, и смотрим, как литки там подо льдом плавают тихонько. И теперь сделаны у нас коньки с лучами приспособлены, ниточка какая-нибудь углубление сделано, оконюки не подходят валенкам. Посыни ногами катались на волке, хоть бы что. Красненькие, не только пальчики рук, так и пальчики ног, как у гуся. Все хорошо. Валеночки обули, потихонечку домой пошли. И хорошо. И как же эти оконючки из перелядки сделанные? Металлических остальных коньков тогда еще продажи не было. Сказочницами, рассказчицами были ее бабушкин, может быть, потом послушаем, о русалках, водяняках, байниках, хозяйнях, лево обходенные горе, гордина с насветкой, литерный отзыв в крестьянском обеспоте, гуси-лебеди, проигрышнику и его сестры. Сам сюжет сказки знают все, но тут столько подробностей и слов. Были слепоти змеиным ядем. Я знаю, что не певицу со слов моей бабушки Думи. Бабушка Думи это мать моей матери. В одной семье невестка и свекровь так не лазили, так не лазили, слов не высказать никаких. И сгоем свекровка ослепла. И так невестка ее не любила. А теперь куда ей свекровь? И случайно попала змея. Она ее убила и стонила в горшке эту всю русской пилочке. Ну там махинка какой-то образовала. И думает напою-ка я свекровь этим отваром. Так она и помрет. Напоила она этим отваром свекровку, а там прозрела. Знахарские лечебники надо читать. Знахарские лечебники читать надо было, прежде чем дурное дело творить. Ну прочитала бы не сделала. Так тут и делала. Тут и доброе дело получается. Получается не надо читать. Не надо. Не всем.